Сегодня Азербайджан стоит плечом клещу с Израилем в качестве надежного партнера в сферах безопасности, экономики. Это партнерство является фундаментом региональной системы безопасности Израиля. Отмечается в официальном обращении 30 депутатов израильского парламента КНЕСЭТа к Бильминджлису Азербайджана. Под этим документом подписались в том числе 9 министров и 2 замминистра нового правительства Бениамин Натаньягу. Среди них выделяются высокопоставленные члены кабинета. Это министр национальной безопасности Тамар Бенгвир, министр по делам религии Малхиэлли, министр образования Киш. Данное обращение к парламенту Азербайджана стало реакцией на решение по открытию посольства Азербайджана в Тель-Авиве, о чем мы уже говорили в нашем эфире. Итак, первый вопрос. Просим, вы как депутат Милиминджлиса Азербайджана, как воспринимаете это официальное обращение? Очень позитивно. Насколько я понимаю, это беспрецедентное такое обращение. И в истории Кнессета, чтобы 30 депутатов, причем авторитетных членов правительства, ведущие члены правительства, с подобным обращением к Азербайджану, воспринято очень позитивно. Я хочу сказать, что я вхожу в группу сотрудничества с Кнессетом. И мы недавно встречались с послом Израиля в Азербайджане. С Лёжем Диком у нас осталась очень такая теплая и содержательная встреча, беседа. И, в общем, я хочу сказать, скоро последует ответ и от азербайджанских депутатов. Понятно, что от нас всех, которые входят в группу сотрудничества, я думаю, что к этому обращению присоединятся и гораздо больше депутатов, чем входят в группу сотрудничества. Я думаю, что это позитивный сигнал о том, что Азербайджан и израильские отношения, и произошла смена правительства, другая команда пришла к власти, неизменный курс на углубление и продвижение вперед нашего двустороннего сотрудничества. Ну и могу сообщить для израильской аудитории, что уже назначен азербайджанский посол в Израиле. Он еще пока верительные свои грамоты не вручил, но, в общем, уже кандидатура известна. Это Мухтар Мамедов. То есть решили назначить статусного посла. Он заместитель министра образования Азербайджана. Ну, несмотря на то, что относительно в моих глазах молодой еще политик, чиновник государственный. Но опытный заместитель министра образования. До этого возглавлял управление международных связей Министерством образования. Так что я думаю, что такое назначение тоже свидетельствует о том, какое место занимает Израиль во внешнеполитических, внешнеэкономических связях Азербайджана. Давид, я теперь позволю себе вопрос к тебе. Документ подписан депутатами КНЕСЭТа от восьми партий. Солидарность с Азербайджаном объединила представителей и коалиции, и оппозиции. Можно ли сказать, что это обращение представляет общеизраильский консенсус? Безусловно, ты вытащил просто главное. Потому что мало в чем согласятся друг с другом министр финансов ушедшего правительства Израиля. Эликдор Либерман, в прошлом возглавлявший Министерство иностранных дел, Министерство обороны, и глава финансовой комиссии КНЕСЭТа новой коалиции Маши Гафни. Гафни возглавляет ортодоксально-голегиозную партию Дегеля Тара, Либерман, ну, скажем, антиклирикальную партию Нартом Израиль. Представители этих партий спорят друг с другом на заседаниях, парламентских комиссиях и племянных заседаниях КНЕСЭТа, срывая голос, обвиняя друг друга во всех смертных грехах, во всем, что только можно. Но Либерман и Гафни единомышленники, когда совместно ставят подпись под этим заявлением, в частности, осуждающим эту резолюцию Сената Франции. Среди подписантов видны представители оппозиции, генерал-лейтенант запаса Гадди Азинкот, в прошлом возглавляющий генеральный штаб армии обороны Израиля, то есть высшую должность в израильской армии. Но он почти по всем вопросам осуждает нового министра полиции, министра государственной безопасности и Тамара Бенгвира и призывает к массовым протестам, выведем миллион человек. Но под этим заявлением их подписи стоят рядом. То есть о чем это говорит? Я думаю, что это общий израильский консенсус и мне кажется даже, что это краеугольный камень во внешней политике нового правительства. Я позволю себе процитировать вот это самое обращение. Депутаты азербайджанского парламента, наши дорогие друзья, примите наше поздравление в связи с решением об открытии посольства Азербайджана в Израиле. Это важный и смелый шаг в развитии сотрудничества между двумя странами и естественное продолжение многовековой дружбы между азербайджанским и еврейским народами на азербайджанской земле, отмечается в документе.